Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые члены президиума нашего пленума, я хотел бы начать свое выступление с того, что очень сложный год мы с вами завершаем. По периметру границ бывшего Советского Союза полыхают почти везде вооруженные конфликты. Мы чуть не потеряли Белоруссию, но хуже всего, конечно, внутри страны. Где-то сказался и коронавирус, а где-то вот эта бездарная либеральная экономическая политика нашего руководства. Я с восхищением слушаю, что действительно есть программы, есть великолепные умы, есть люди, которые способны вывести страну из кризиса. Но допустит ли эта власть? Вот было сказано, что сейчас, значит, Единая Россия везде просела и так далее. Я скажу, в этом году она даже не заботилась о том, чтобы поднять как-то свой рейтинг и так далее. Они в первые два дня голосования тупо записали себе нужный результат практически на всех выборах. Вот, допустим, в Краснодарском крае 82% проголосовало за действующего губернатора, из них 78 первые два дня. То есть, когда не было никакого контроля, ничего, результат уже был дан. И только в третий день вот эти оставшиеся там люди, как они голосовали, неважно, результат уже был дан. Если мы не сумеем ликвидировать вот то, что три дня голосования, я скажу, что будет очень сложно. Это первое. Второе. Целиком и полностью согласен с тем, что необходимо единство. И хотелось бы видеть конкретное единство. Я хотел бы, чтобы вот мои предпредседатели региональных отделений ДПА были членами республиканских, областных, краевых комитетов партии, чтобы они активны. Это же знающие люди. Они могут и в военно-патриотическом воспитании и так далее многое сделать и помочь тем же секретарям. К сожалению, не все. Вот первый выступающий даже не упомянул, что в Оренбурге есть движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Ну и самое главное, на чем бы я хотел восстановиться, времени мало. Мы, исходя из той стратегии, да, должны выполнять все, но я хотел бы к тактике обратиться. Мы должны, наверное, менять саму форму своей работы. У нас много коммунистов. Я вот выступал на партийной конференции в Северной Осетии. Говорю, слушайте, пять тысяч коммунистов. Но если каждый коммунист, 20 человек, сагитирует, это будет сто тысяч. Еще сто тысяч сторонников. Мы можем завоевать республику без проблем. Но что для этого нужно сделать? Для этого нужно, чтобы наши рядовые коммунисты стали активными, активными агитаторами. И это нужно еще и потому, что мы не сможем собирать какие-то митинги, собрания большие и так далее. Если это коронабесие не закончится, вообще не сможем. Значит, нужно менять тактику. Нужно, чтобы каждый рядовой коммунист стал агитатором, стал проводником линии партии. Вот тогда мы сможем чего-то добиться. А мы должны ликвидировать конституционное большинство Единой России в Государственной Думе. Иначе ничего не сможем сделать. Они даже вето-президента способны преодолеть в настоящем составе. Поэтому считаю, что консолидация, раз, и реальная консолидация, активное взаимодействие Союза Советских Офицеров, моего движения и партийных организаций на местах приведет к этому единению. И второе, мы должны вооружить рядовых коммунистов инструкциями, реально вооружить, сказать, вот, допустим, анализ поправок Конституции Коммунистической партии Российской Федерации и то, что приняли. В чем выгода? Ведь каждый гражданин поймет и поймет в том, что его обманывают. Конституция записана единственным источником власти в России является народ. А его тупо и нагло обманывают. Мы должны поменять это. И если каждый коммунист на своем месте, даже, даже еще раз говорю, вот 20 человек, а реально может больше, принесет эту пользу, да мы добьемся нужного результата. Не какие-то там 20, вот на 3% увеличили, вот на 2. Мы должны добиваться реальных результатов, чтобы в конце концов сменить эту власть. Ничего при нынешней власти мы не добьемся, какие бы мы сверхумные программы не разрабатывали. Поэтому у меня просьба и к моим офицерам движения, поддержку армии оборонной промышленности и военной науки. И коммунистом я являюсь членом ЦК. Реально объединить усилия, реально изменить методику, вооружить рядовых коммунистов небольшим объемом знаний, но реальных знаний, чтобы разговаривать с народом. И мы тогда многое можем сделать. Спасибо за внимание.